Всем привет! Вы на канале Вокруг Земли. Мы находимся в Таиланде, в ПТЕ. Сейчас мы едем на Золотую Будду. Смотреть, в общем, Голден Будда ни разу не были. Хотим съездить, посмотреть. Говорят, что это очень красивое место. В общем, ждите. Скоро все увидите тоже с нами. Добраться можно разными способами, но самое лучшее это либо на байке, либо на такси. Также ходят Санкт-Тео, только не до оттуда, а по сухому виду едут. Нужно выходить и еще 7 километров добираться до данного места. Лучше всего добираться на такси, либо на байке. Мы едем на такси, потому что нет байка. Стоит это 190-200 бат примерно. В одну сторону. Вот сейчас взем машину. Такси должно приехать с минуты на минуту. Мы едем. Будополучно вызвали такси. Буквально 2 минуты. Кстати, крутое приложение. Называется Bolt. Набираете просто локацию, куда вам нужно, и машина приезжает буквально пару минут и на месте. Да, можно и на байке ездить, можно на машине. То есть у вас есть выбор. Но мы решили все-таки на машине доехать. Вышло там 190 бат, не так далеко, 18 километров. Едем. Осталось буквально минут 5, и мы будем на месте. Очень удобно. Кондиционер в машине, то есть комфорт, все дела, вообще круто. Просто посчитали, если своим ходом добираться на тук-туках, да, там, с пересадками и так далее, еще пешком идти, это столько энергии, столько сил. Примерно так же выходит. Ну и плюс-минус, то на то и выходит. А какой смысл? Поэтому проще вызвать такси 200 бат, не 2000, как говорится, бат. Вызвать такси и уже на такси добраться спокойно. Субтитры сделал DimaTorzok Автобусы огромное количество Китайцы, ну, в общем, туристы. Вот он, сам Будда. Изображение сейчас мы к нему приблизимся, конечно же. Здесь такой парк. Приятная инфраструктура такая красивая тоже. И сегодня очень хорошая погода, на самом-то деле. Нет солнца, прям отлично, не жарко. Просто супер. Здесь, наверное, донаты можно кидать. Продают вот какие-то по 30 бат. А, манго зеленый. Фотографии здесь. В общем, вас фотографируют, и вы можете за 100 бат купить свою фотографию. Вот видите, их сфотографировали всех. Внезапно. Они даже не ожидали этого, наверное. Вот тоже. Возможно, у нас тоже сейчас кто-то щелкнул. Вон, мужичок стоит. С аппаратом. Может, у нас уже сфотографировала, а может, и нет. Все, мы направляемся по красивому саду такому. К самой горе. С погодой повезло вообще сейчас, кстати. Смотровая площадка. И вот он. Золотой Будда. Просто такая атмосфера крутая здесь. Здорово. На самом деле, эта гора золотого Будды это одна из самых главных достопримечательностей Паттайи, считается. И вот это вот изображение, оно считается самым крупным, вообще, самый крупный Будда в мире. Вот он здесь, представляете? В мире. Вот это вот изображение. Здесь высота где-то около 130 метров, а ширина примерно 70 метров. Это изображение, оно было сделано в 1996 году в честь предыдущего короля Рамы Девятого. И в честь его 50-летия правления сыном, вот нынешним королем сейчас, который правит. Это изображение, оно делалось, создавалось специальной компьютерной программой, то есть лазером наносили вот это вот изображение около двух дней примерно. И потом пару месяцев вот эти вот пластины из золота, да, это все золотое. И золотыми пластинами уже, так сказать, доделывали все это изображение. Наверху это вот получается год, вот здесь вот, да, год изображен, а снизу имя Будды, то есть надпись получается. Ну, там еще дословно переводить, это означает, что его величество Будда прекрасный и целомудренный, как Махавачира. вот сюда также приезжает, конечно же, тайцы, да, ставят свечки там, ну, в общем, медитируют, так далее, так далее. Вот, вон там вот есть алтарик, и сзади нас находится небольшой тоже храм, туда тоже можно будет сходить чуть позже. В общем, красота, представляете, да, все из золота сделано, вообще супер. самая большая Будда в мире. Да, это изображение, конечно, супер. А, еще забыл сказать, что оно охраняется военными, да, то есть туда не пробраться, ничего, сразу как бы военные тут на стороже, их, конечно, пока не видать, но говорят, говорится, да, что здесь все охраняется. Ну, конечно, еще бы. пруд красивый. Сейчас чуть дальше еще пройдем глубже, посмотрим, что там. Вообще, очень тихо здесь, спокойно, еще так погода сегодня удалась прям. Облачно. Вообще, не жарко, солнце не печет, красота. Людей, кстати, мало тоже, да, сегодня. Людей, да, ну, пока еще рано. Еще 10 часов утра, только мы приехали пораньше, потому что здесь еще в окрестностях есть разные парки, тоже хотим погулять, посмотреть, посетить здесь максимально. Сейчас еще здесь пройдем, чуть дальше, посмотрим, что там изображено. Поближе к Будде приблизимся. столько золота. И, кстати, да, вот видите, прожекторы стоят? Вот, и вон там, вот эти прожектора, они ночью освещают и ночью очень красиво говорят, когда светится с подсветкой, прям вообще красота. Здесь вот тоже бокс для донатов, для пожертвований и какие-то надписи. Монеты тут какие-то оставляют, это я, конечно, не понимаю ничего. Ну вот, а может донаты закинуть денежку. Пруд такой небольшой, в принципе, хорошее место такое, спокойное. Кстати, еще забыл сказать о том, что вот, чтобы все это создать, это не только были деньги государственные, так скажем. Народ тоже помогал, то есть, собирались определенные суммы из людей, возможно, это было в качестве донатов, да, то есть, скорее всего. И, то есть, народ сам, как бы, в честь своего короля, они так очень сильно его любили, очень сильно, до сих пор его любят, помнят всегда о нем и так далее. И в честь него вот это все было, возведено, соответственно, люди тоже скидывались, то есть, народ тоже в этом участвовал, то есть, деньги народа здесь тоже есть, какая-то часть, может быть, половина, может быть, меньше, точно не знаю, но люди тоже участвовали в построении этой достопримечательности. Смотрите, тут монетки с разных стран, это, по-моему, что-то китайское, вот это турк лира, турецкая лира, это монета, не знаю, Корея, либо Китай, либо что, то есть, иероглифы какие-то, все разные, это понятно, что тайский, тайский, песо, Мексика, скорее всего, здесь тоже что-то такое, то есть, корейско-китайское, вот российский, здесь копеек мы положили, и плюс еще вот десяточку российскую, тоже мы положили, 10 рублей, вот тоже интересная монетка, то есть, с разных стран, здесь монетки оставляют, интересным, вообще интересная монета, такая, смотрите, не круглая, такая, восьнеугольная, считал углы, вот тоже какая-то, а, это турецкая, да, красиво, ну и, конечно же, кто хочет лишиться свободы, сесть пожизненно в тайскую тюрьму, вы можете через кустики пробраться к золотому будди, отклупать кусочек золота, ну и пожизненное заключение в тюрьме вам обеспечено, конечно, этого делать ни в коем случае нельзя, вообще, будьте аккуратны, отошли немного от самого Будды, здесь вот такой вот алтарик, можно, кстати, посидеть на лавочках, понаблюдать за Буддой, отдохнуть, сам Будда сидит, алтарь, обувь нужно снимать, из Донейшн можно кинуть, вот сама территория, тоже по золотам обклеен, изображения какие-то тоже, монахи всякие приезжали сюда, вот смотрите, как ночью подсвечивается красиво тут вообще видите как сначала такое изображение нанесли лазером потом проект такое создали и начали уже постепенно золотом отклеивать так вот ночью подсвечивается на территории горы золотого будды есть конечно же кафе магазинчики покушать можно кто хочет я думаю туалет тоже уборные должны все здесь быть так что имейте ввиду не знаю как по ценам дорого дешево не знаю сейчас даже узнать можно сколько стоит блюдо меню а окей да у вас смотрите расценки 60 50 бат 80 бат блюда вот по 60 из по 100 по 70 до то есть ценники вполне приемлемые как в россии ой в россии как в городе само по то его 3 с креветками 60 бат по 120 по 100 то есть ну разные цены есть и вот там тоже у них по 50 по 60 бат блюдо вполне вот кафе можете прийти покушать есть столики пожалуйста в этом плане не молодцы у них в аэропорте в аэропорту точнее везде и цены хорошие на любых экскурсиях так сказать только на кола не чуть подороже а так вообще хорошо молодцы конечно пока никого нет туалет стоит 5 бат с персоной пожалуйста приходите очень дешево все таки не 10 не 20 не 50 всего 5 бат вот такое вот место дорогие друзья еще раз напоследок полюбуйтесь изображением золотого будды сбоку просто стояли нас подобрала машина в общем сказали что ты везут ну здесь кстати всегда так в таиланде мы прошлый раз за парк когда хау хел ездили нас также подобрали то есть нормально к этому относится огромным за и спасибо ну вот по пути кстати слоники попались нам просто смотрите тут машины едет и слоны идут нормально да вот такое бывает прям возле машин прям по дороге основной видите они видимо катают людей у них наверху сиденья о слонята на прогулку пошли прям по дороге бедолаги и он еще впереди двое а а а а а а Добрые люди тут везде, доводим. Простите, надо, сами останавливаются и поехали. В результате мужчина нас довез до Сухумита, до главной трассы, и мы сели на белый Санктео, который стоит 20-20 человек. И уже едем сейчас в Паттайо, нам надо Vixi, Leve Lotus, Tesco. В общем, все, пока никого нет.